Здравствуйте, уважаемые зрители канала Иванова Наука. Осень настоящая, заморозками вступила в свои права. У нас прошли заморозочки вот здесь, в регионе, где я обитаю, где у меня здесь хозяйство всё моё. И, конечно, это сигнал к тому, что пора выкапывать такие важные растения, как георгины. Верхушечка уже скисла, и это означает, что клубни готовы к выпкопке. Ну, готовы, не готовы, но выкапывать их всё равно надо. Очень многие жалуются на то, что георгины не удаётся сохранить по той причине, что у них очень сильно гниют вот эти вот корни, да, которые сохраняются, и корнеклубни вот такие, и что они плесневеют, а могут потом и пересыхать, порохнеть к весне, и, в общем, почек живых нету, и фактически получается пустое дело – их выкапывать и хранить. Может, их оставить уже в земле, пускай черви едят, а весной купить новые. Ну, можно и так поступить, но на самом деле есть очень-очень хороший и простой способ, как сохранить подобного рода вегетативные части растений на зиму. Ну, во-первых, для клубни георгин необходимы условия для того, чтобы они не слишком сильно высохли. Если они превращаются в сухарик, то они тоже теряют свою жизнеспособность, с одной стороны. С другой стороны, если будет слишком влажно, то эти корни покрываются иногда шапкой белой плесени, и, в общем, тоже ничего хорошего не получается. У меня есть несколько выпусков на тему хранения георгин с какими-то простыми и более экзотическими рецептами. Зелёночкой срезы прижигать очень хорошо, неразбавленной зелёночкой и так далее. На газетке, в ящике, газетке, в песочек, там, всё это понятно. Но как же всё-таки защитить нам от гниения эти клубни, чтобы они не порохнели, чтобы они были неуязвимы для болезней хранения? Здесь есть очень-очень простой способ. Вот такой вот препарат, как биопротектин, его надо взять 30 мл на 1 литр воды и как следует опрыскать клубни, вот эти корни клубни, после выкопки. И в этом случае ваши георгины будут замечательно храниться, не будет никаких гнилей, плесени, они как законсервированные, понимаете, на сезон хранения будут. И это, конечно, для них очень и очень благоприятно. Между прочим, очень бы я посоветовал интернет-магазинам, которые зачастую к весне уже высылают вам всякие, как вам сказать, сухарики, да, вместо тех же георгин или какие-то подгнившие уже лилейники, ирисы, луковицы лилии уже с признаками гниения, также обратить внимание на биопротектин с тем, чтобы таким же раствором обрабатывать свой посадочный материал буквально весь, вот куканы там, лилии, ну все-все-все, луковицы и прочие части растений, которые вы продаете, и хвоя, чтобы не под привала в процессе пересылки, и так далее, для того, чтобы обеспечить высокое качество тех растений, которые рассылаются в посылках, когда условия, конечно, весьма и весьма неблагоприятные. Ну а нам для хранения всевозможных корневищ, корней, луковиц там и так далее, в подвалах в зимнее время, это и для гладиолусов хорошо, и для всего, что мы выкапываем и храним до посадки, для всего хорошо. Вот воспользуйтесь биопротектином, ну это очень просто, просто вот ничего не нужно там мудровать, ничего не надо варить, настаивать и так далее. Развели, опрыскали, положили и храним. Опилочками, конечно, лучше всего засыпать, этим же протектином опилочки пропитать, и засыпать, и они так прекрасно сохранятся. Опилки не дадут слишком сильно высохнуть этим корнеклубням. В то же время, если переувлажнение какое-то, то опилки на себя заберут излишнее количество влаги, а тоже, будучи легко-легко-легко пропитаны этим протектином, биопротектином, плюс нанесенный биопротектин на поверхность этих вот георгинов, они, соответственно, все будет защищено от плесени и гнили. Идеальный вариант. Ну, конечно, ни в коем случае не допускайте при хранении георгин, чтобы температура опускалась ниже плюс 3 градуса, а уж тем более до мороза, это южное растение, которое холод не любит, поэтому все-таки температурка должна быть повыше. Плюс 10, плюс 3, вот так вот, чтобы она колебалась в таких пределах, идеальные условия для ваших георгинок. На этом я прощаюсь с вами, до скорой встречи.